Чем мне это нравится? Тем, что мы готовы помочь всем, потому что телевидение должно именно помогать. Не надо думать, что телевидение это способ заработывания денег. Телевидение всегда это удовольствие, потому что нормальное телевидение, да, которое имеет понятие грамотности своего сюжета. Грамотность нашего сегодняшнего сюжета состоит в том, что мы вам готовы показать, как шикарно, шикарно, ну, не суперидеально, суперидеальности, конечно, в России еще немножко далековато, но шикарно работает Магнитогорский автомобильный вокзал. Отсюда вы можете выехать по всей территории не только Южного Урала, ну, Челябинской области, но также в Екатеринбург, в Курган с пересадками, естественно, в Казань. Замечательным образом можно и в Уфу приехать. И, в принципе, вы сейчас, у вас нету проблем с перемещением. Даже не взирая на то, что у нас рядышком стоит, к сожалению, простой вокзал, а там один только рейс до Москвы и в другую сторону. Флёха это всё. По сути, автобусы появились достаточно давно. Просто ЖД-транспорт невелик от точки А к точке Б. А дальше-то как? Я понимаю машина. Но коли она есть, то хорошо, а если нет, то автобус. Теперь от и к чему мы пришли. К сожалению, при наличии уникальных дорог Магнитогорск хорош, но остальные не всегда и иногда там жесть. Конечно, идеал туда пускать рановато, но для связи с большими городами отличные кондиционированные автобусы. Посмотрите, какие! Новые! А если аэробусы используются как такси, перевод нужен или понятно? Что такие же автобусы для внутренних переездов? Почему мы не летаем в Челябинск или Уфу? Ну можно, но проще и немного подешевле приехать на автобусе с прогнозируемым временем. Либо с тем же, ну максимум на час дольше, но в центр. Что включается в цену билета? Ваша страховка. То есть, во-первых, специалист в метель не поедет. Во-вторых, это не всякие кары, где вы будете сидеть на полупупе. И я понимаю, полупупе это полчаса, а когда пять. Со страховкой там, естественно, проблема. Кроме всего прочего, в непогоду можно пересидеть дома, либо в отеле, либо в комнате матери ребенка, либо в автовокзале, покушав такую же, как в городе, вкуснятищую выпечку, а не идиотские цены авиавокзалов. И прибыть отдохнувшими, а не вымотанными спанием на вещах пассажирами. К слову о том, что при бронировании дома вам по телефону это все дело сообщат. Теперь вопрос о водителях. Итак, вот вопрос про алкоголь. Раз. Пьем или нет? Нет. Вопрос другой. Уровень зарплаты достойный? Устраивает меня. Если бы не устраивало, я бы не работал. И, в принципе, можно сказать, что я бы рекомендовал людям подумать о том, что, возможно, вы можете себе сделать категорию Е и Д для того, чтобы ездить спокойно. Правильно? Да. Я ничего не говорю, но зарплата реальная и достойная. Что-то давно на работе вне автобусов я водителей, он их не встречал. Процедура отборки машин еще та. Никто не собирается отвечать за технику сломанную. Вы едете и привозите людей от точки до точки. Для удобства есть телевизор и остановки для еды и разминки. Зимой тепло, летом можно кондиционирование, можно его отключить. Это ваше право. Теперь новый вокзал. Все максимально сделано для тех, кто путешествует. Есть комната матери и ребенка, пекарня с булочками и вкуснятками. Водители автобусов могут спокойно отдохнуть здесь же. Естественно, при приобретении билетов вы сможете сходить вместо отдыха. В смысле, в туалет бесплатно. Слово о том, что можно еще и посылки отправить, а вы их потом заберете в нужное для вас время на стойке регистрации. Мало того, вы можете не стоять в билетной кассе. Спокойненько и ровно приобретаете билет на дополнительной стойке, расплатившись через карточку, коих у каждого пруд-пруди. И в путь! Это у меня радость за то, что наконец-таки Магнитогорск возвращается на круги свои. Мы можем летать куда угодно, мы можем ездить на отличных автобусах. Куда мы можем ездить на ваших автобусах? Наши автобусы у нас ежедневно более 145 отправлений. Самые дальние это у нас получается Казань. Летом мы пускаем автобусы на Пермь. Екатеринбург, Челябинск. В Челябинск у нас 22 отправления. И не будем говорить, что в принципе по Челябинской области мы можем отсюда ездить практически везде? Никаких запретов. Запреты только могут быть в связи с погодными условиями. Это на зиму, естественно. Да, конечно, это на зиму. То есть ни насти, ни погода. А так наши автобусы отправляются во все крупные населенные пункты Челябинской области. Самые дальние это получается у нас Златоуст, Миас, Чебаркуль, Трои. Ну про бреды я вообще не буду говорить, да? Да, то есть как бы такие мелкие населенные пункты. Ну все они должны быть заменчены. В Верхний Уральск у нас очень часто ездят пассажиры. Поэтому приходите на автовокзал, будем рады вас увидеть. В Верхний Уральск это практически Магнитогорский. Если честно, автобусы ездят каждые полчаса, насколько я смотрю за вами. Да, полчаса, 45 минут. Поэтому нормальные автобусы, то есть все на газу автобусы, никто не жалуется. Поэтому когда автобусы забиты, мы делаем дополнительные рейсы. То есть дополнительные автобусы. Вопрос по цене. Либо это тот самый кар, который не всегда ездит, или автобусы, которые железобетонно у вас доставят, и по цене, естественно, в разы дешевле. Ну наши автобусы, как вы уже видели, все комфортабельные. Это одно. Цена соответствует качеству. Даже если мы берем, не берем даже во внимание Блаблакар, а берем ласточку, то наша цена дешевле, чем даже на ласточке. А Блаблакар, чем Блаблакар может ценой привлечь, но вопрос не качества. Иногда же вас так нашпигуют по самой кривой помидору, что вы будете на левом полупопе ехать. Да, тут вы уже точно знаете, вы едете от точки А до точки Б с профессиональным водителем. И с вас никто не возьмет дополнительную плату. А страховка? Страховка включена в стоимость билета. Пассажир покупает, ему не нужно дополнительно никакие вложения вкладывать. Страховка включена в стоимость билета. Вопрос такой. Если мы, допустим, хотим от вас уехать с пересадкой, допустим, я захотел в Саратов смотаться, это же можно сделать? Да, конечно. То есть, ну, предварительно, конечно, пассажир свой маршрут должен сам обозначить. А так у нас идут автобусы до Уфы. С Уфы, пожалуйста, вы покупаете билет или на автобус, или покупаете билет на поезде. То есть, без проблем. Еще очень также интересно то, что у нас во всех крупных городах, наши автовокзалы, мы по программе можем купить билеты с пересадкой. Берем самый небольшой круг, это до Кургана. То есть, человек приходит на автовокзал, покупает тут же билет Челябинск, Магнитогор, Челябинск, Челябинск, Курган. То есть, на руках у вас будет два билета. Это очень удобно. Также можете билеты приобрести, актуально сейчас с коронавирусом, билеты можете приобрести дома. Сайт av74.ru. Работает уже пятый год, нареканий никаких нет. Когда мне втирает мой товарищ, что Магнитогорск город соцтой, я ему говорю, что Магнитогорск в списке лидеров. Транспорт хоть куда. Горнолыжные трассы 3 штуки, горы 20 километров, бассейны, аквапарки. Быстрые для перемещения город с одним из лучших покрытий. Красота! Лучше в стране для меня всего два города. И это не Москва и не Питер. Теперь вопрос, как можно из дома заказать. Да легко! Можно из дома, а можно по телефону. Сейчас это работает в любом месте нашей страны. av74.ru. В смысле, как А это А, а В это как галочка вниз. И быстренько заказ, оплата карты и билет. Даже печатать не надо. С паспортом, на посадку и все. Вот как работает Магнитогорский автовокзал. В Уфу можно смотаться за 600 рублей. 600 рублей, да? То есть, если вечером выехали, а можно и днем выехать. Допустим, туда приезжайте. Ну, так вы выезжаете в ночь, поэтому 600 рублей. А если, допустим, ежедневно вы езжаете, допустим, без 15,5 и приезжаете без 15,10 туда, то там 750 рублей. Что, в принципе, вполне сопоставимо с другими автомобильными вокзалами, а может быть, даже дешевле. Другой вариант. Можно состыковать рейсы, не проблема. И, в принципе, вы все это можете заплатить прямо здесь. Есть, ну, только единственный вариант, что сейчас всем необходимо с собой брать нам между рейсами, которые не в кругу Челябинской области, необходимо брать билеты. То есть, ничего не надо, не печатать ничего, вы уже внесены. И, в принципе, вы даже можете туда не ехать. То есть, заказали дома, пришли, спокойно косели и поехали. Во все эти вещи, места, естественно. Во все остальные места, тут, в принципе, в интернете достаточно просто так же проверять вопросы. То есть, вы можете состыковать свои рейсы, приехав, допустим, из Уфы, вы можете каждый божий день поехать в Казань. Вы можете отсюда взять билеты в Казань, не проблема. То есть, в принципе, если у вас есть что-то здесь, используя то, о чем мы сейчас говорим, в этом сюжете именно про Магнитогорскую автомобильную... автомобильный... автомобильный вокзал, вот, про него мы сегодня все говорим. То есть, можно спокойненько ехать и, беря во внимание крутых специалистов, которые ездят за рулем, даже не париться. По одной простой причине я задаю вопрос. То есть, количество автомобильных проблемных вариантов, оно примерно такое же, как и с самолетами. То есть, не так часто все это дело случается. Вот и все. Но если вы будете ехать, допустим, на других местах, которые вам реально рекомендуют, вопрос возникает, что случится. В данном случае мы будем говорить, что практически ничего не случится. Вы можете абсолютно спокойно ехать на грамотных, качественных автобусах из Магнитогорского автовокзала.